Всем привет, с вами Максон. Это первый тур, второй круг и мой второй матч в первом туре. Ну вы знаете там эти схемы Саутгемптон, да, как бы команда, с которой все играют еще раз. В общем по два раза в туре кто-то хотя бы играет. И я в первом туре вот играю тоже два раза. Фух, Саутгемптон мой потенциальный враг, скажем так, находящийся в турнирной таблице очень близко ко мне и включенный в борьбу за четвертое место. Поэтому победа над ним мне нужна очень как сильно, прям реально, прям я не знаю. Напомню, что в первом туре я проиграл команде Саутгемптона с счетом 4-2. Матч, в котором в мои ворота залетало все, что летело. И в общем был трэшовый матч с автоголом, специально забитым от Артемки, потому что ну в общем фэрплей и все дела. Ну ладно, посмотрим как будет в этот раз. Здесь тем более у меня новая схема, с которой я играл вторую половину первого круга. И надеюсь она мне принесет что-то. Я буду часто комментировать очень странно, буду сосредоточен, поэтому простите уж за это. Думаю вы меня хоть как-то поймете. Так, дальше на Адаму пас проходит. Адама дальше на Гестеда. Гестеда туда, но глупо, глупо как-то получилось. И теперь нужно забирать этот мяч, отбирать его и отжимать, я бы сказал. Кстати, надо было сразу говорить, нужно отжимать этот мяч. Так, Адама, ну господи, ну помоги, ну что вы, ребята, делаете? Тут будет остановка и смещение в центр поля. Это понятно, удар Вальдес успокаивает мои нервишки, потому что я реально напряжен. Очень-очень сильно сейчас прям что-то как-то я нервничаю. Но вот вам, пожалуйста, матчи, когда я комментирую напрямую, вы чувствуете и переживаете, возможно, со мной эмоции. То есть не то, что я там сыграл, там через время заново пересматриваю и вспоминаю, что я там играл вообще в своих матчах. Нет, вот, пожалуйста, в прямом эфире, грубо говоря, делюсь с вами эмоциями. Ой-ой-ой, Адама, ой-ой-ой, а еще дальше, дальше, дальше проходит все-таки пас, но что-то я совсем с Джойстиком не сдружился. У меня реально пальцы соскальзывают, в общем, все соскальзывает, что-то непонятное я делаю. Все очень опасно, напряженно. Опять же, зная, да, вот эти турнирные положения, что с Саудгемптоном-то я борюсь за высокие места. Ну, как, за четверку, ой, добить бы, ой-ой-ой, шлепни, на, отскок и будет угловой удар. Господи, не хватило хорошего удара в завершении атаки, но ладно, угловой. Где мяч, где мяч, непонятно, что это, прострел или что. Пробить бы, что-то сделать не получается. Кипиш такой небольшой образовался. Так, а вот сохранить мяч у себя не получается. Прессовать его, прессовать. Очень часто смещается финтом в центр поля Артем. Вообще, Артем по турниру у нас очень жесткий, меняющий схемы, очень финтящий парниша, да. Ну, кто-то говорит, что кроме финтов у него ничего нету, ну, кто его знает. Побеждает, все-таки в четверке находится. Да что ты? Алло, что с защитником? Господи, почему он... Ноу-комментариев, ноу-комментариев звучит убого. Но, в общем, ноу-комментс, вы сами все видели. Я не понимаю, почему он стоял на месте и ничего не делал. Так, передача проходит. Дальше, 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 но это будет угловой удар. Что мне тут мешать? Напряженка, вообще капец. Вроде бы я что-то атакую, какие-то моменты бывают, но в то же время я боюсь. Боюсь лихой контратаки и пропущенного мяча, дизморали, все такое. Ой-ой-ой, Адама. Кобиадини. Так, мяч у меня. Хорошо. Дерун, что-то можно придумать. Отдать туда, дальше. Рамирес. Рамирес остановится, но Кассерес сыграет четко. Буфал. Куча-куча финтов. Вот это вот лишнее. Гестеды забрал мяч. Прибежал сюда. Так, Адама. Что он тут вообще делает? Его фланг правый. Не понял я вообще. Какая-то его собственная привилегия, мне кажется. Гестеды. Гестеды на Негредо. Негреды. Негредо, ну что, не было фола? Ну нормально, у меня чувака заблочили. Ван Дейк просто был без мяча, он его не касался, он им не владел. Он меня блочит и как бы играем дальше, говорит арбитр. Хорошо. Играем, значит играем. Гестеды. Навесить бы, ну блин, зацепил же меня, ну. Да, все-таки будет штрафной удар. К сожалению, убить я их нормально не умею, но я попробую. Я попробую сделать вот так вот и вот так вот. Ну-ка. А, понял. Прострел какой-то низом получился. Сыграй здесь спокойно, спокойно, спокойно. Домой, домой, ребята. Все, заставить остановиться и продолжить спокойно обороняться. Ой-ой-ой, вот так в подкаты нельзя выбрасываться. Ну и тут Вальдес. Вальдес завладевает мячом. Туда на фланг можно вот так вот вперед. Адама. Ой, это что-то перебор. Перебор с силой выбития мяча, если это можно так сказать. Мяч остается у Адамы. Адама на Гестеде. Дальше что можно придумать? Даже не знаю. Тяжело. Здесь вроде как-то у меня есть игроки, а вроде как-то и нету их. Рамирес ударить не дают. Ударить не дают. Вроде бы как-то пробрался к штрафной соперника, но вот пробить хорошо не вышло. Туда, туда, туда. Что-то слишком много пасов, и я загнал себя в какую-то, скажем так, дыру. Интересно развернулся сейчас Тадич. Вот эта вот фишка у Артенки очень. Канается вот эти развороты с финта, получается, да? Удар! И это прямо в руки Виктор Вальдеса. Черт возьми, как жарко в этом матче. Я прям напряжен. Моя жопа прям без напряжения в этом матче еще ни разу не была, мне кажется. С первых секунд просто вовлекся я в эту игру. Что ты делаешь? Что ты делаешь, господи? Ну явно я не таким способом хотел избавиться от мяча. Рамирес. Дарун. Гестеде. Если ты дальше... А-а-а! Упираясь постоянно в игроков Саутгемптона, очень печально положение вне игры, по-моему, было, но... Мяч туда дальше не пошел, и рефери ничего не зафиксировал. Адама. Цепанул мяч, и это сыграло свою роль. То, что такое-то? Так легко расставаться с мячом, совсем не круто. Снова в Адаму попадает мяч. Даже, наверное, не он вовремя тут оказался, тупо в него попало. Дарун. Даунинг. На левом фланге я практически не обитаю что-то как-то в этом... В этой встрече. Не может быть это опасно. Не гони, комментатор. Выбить. Да блин, да почему не получается у меня перейти из обороны в атаку? Очень плохо как-то с пасами. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух, Вальдес. И мяч в игре. Мяч еще не ушел. Можно что-то хотя бы вот так навесом выйти, но... И здесь побороться хорошо не получается. И снова с мячом Саутгемптон. Был. Теперь мяч у нас. Миддлсбро. Адама. Рамирес. Гестеде. И тяжело переходить в атаку, потому что очень много игроков Саутгемптона находится в обороне. Причем, с одной стороны, они атакуют. Их впереди много, да? С другой стороны, и в защите как бы все дома, скажем так. Пока все дома. Ну, тут мяч для Виктора Вальдеса. Вперед! Касарес. Перехват Рамиреса. Рамирес дальше. Ух ты какой. Так же перехватил и не дал пройти опасной передачи. Реально можно было что-то из этого дикое придумать. Фабио немножко потерял свой фланг. Родригес. Да ладно, блин! Ну, как это такое залетело? У меня даже не отреагировал Вальдес. Пропускает повтор Тема Матвеев. Ну, как так-то, блин? Ничего не предвещало вообще опасности в этом моменте. Но, однако, опасность случилась. Ладно. Случилось так случилось. Пробить! Пробить! Не дают пробить, и я ухожу с грустным настроением на перерыв. Блин! Совсем ничего этого не предвещало. Ну, как так? Вот этого я именно и боялся. Какую-нибудь херню пропустить, и потом... Напрягать жопу в три раза больше, потому что... Все очень печально. Действительно. Ну, да, 1-0, как я всегда говорил, это еще не самое страшное. Самое страшное это лететь три и больше. Но еще время есть. Еще есть время. Можно что-то придумать, постараться. Кстати говоря, когда вот так вот камера на этом, в моем фланге, то я забиваю чаще, на самом деле. Вот у меня такие не залетают. Конечно, угол был бы острее, но... Тем не менее. Ударить головой! А ведь, по-моему, как мне показалось, мяч шел именно на моего игрока изначально. Но... Быстрее был защитник. Да ладно, что это за ошибка? Нет, такие пасы не должны проходить в мою штрафную, иначе я всех уволю. Будет, походу, угловой удар. Да, будет угловой удар. Саутгемтон будет подавать. Ну, разыгрывает. Ну, это все, это никуда. Господи. Как я напряжен. Нужно расслабить булки и... Играть в свою игру, в свое удовольствие. Поменьше базарить, конечно. Без этого никак. Но я должен что-то комментировать. Блин. Что-то я совсем замолчал. На гряду пытался отдать пас, но у него не получилось такая ошибка. Совершена была в передаче. Совершена была в передаче и, конечно же, привело это к потере мяча. По-саме меня тут разматывает Артемка. Вот это я уже видел. Забросы вот эти в первом матче или в чьей-то встрече он уже такое делал. По-моему, мне он забивал так в первом матче. Но пока 1-0, это не 4-2. Туда, на даунинга. Давай, 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 Стюарт. Стюарт, Стюарт, Стюарт. Рамирес. Рамирес на Негрэду. Обратно на даунинга. Дальше туда наверх. Где Стеде. Где мяч? Мяч в ногах у игроков Саутгемптона. И контратака. Ну какая? Что это такое? Сбивает ритм. Мне кажется, мне Тёма Матвеев. Пожалуй, сделаю я замену. Вместо Адама выпущу Стюани. Как-то меня он не впечатляет. Тут все в центре я оставлю, пожалуй. Пока меня все удовлетворяет остальное. Кит перестановки наверняка делает. Потому что он часто меняет схему расстановки. Ой-ой-ой. Эй, блин. Я как-то не ожидал. Я не был включен в игру. Серьезно, что ли? Хорошо, что мне повезло. И на добивании не было из игроков Саутгемптона никого. Так, Негрэду. Блин, ну как так? Полчаса игры уже. Комментаторы мне твердят о том, что время заканчивается. Прям напрягают мою жопу. Еще в три раза. В троекратно, я бы сказал. Ну откройся, ну мужик. Ну как так-то? Рамирес. Рамирес дальше на Гестеда. Гестеда. Штрафную прорваться не удается. И очередная контратака. Саутгемптона. Но это пока неудачно. Вот, 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 вот. Есть шанс забивать. Забивать такое надо. Удачнее себе бы прокинул. И тогда бы ничего... Никаких вопросов бы не было. Можно было бы что-то придумать. К сожалению, не удалось. Фабио отлично играет. Как должен был, я бы сказал. Ты мне давай тут не финти. Да как прижали соперника? Никто меня не прижимал. Не знаю, про кого комментаторы там базарят. Вам их наверняка вообще не слышно, этих комментаторов. Так. Дерун. Туда дальше на Даунинга. Даунинг приостановится. Рамирес. Рамирес. Пошел, пошел. Но Касерес тут играет очень здорово. И ничего мне не дают защитники Саутгемптона придумать в этой встрече. Туда дальше. Еще пас. Ну ударить хорошо. Ударить. Гол. Получай. Отлично. Вы хотели свежих эмоций, которые я получаю в матче? Ловите. Я заорал, аж сам себя испугался. Стуанье. Отлично сыграна замена. Красавчик Кристиан. Не знал, как его зовут. Ну ладно. Ставлю я атаку. Ой, ставлю атаку, говорю. Ставлю тактику на обычную, потому что, ну, поаккуратничаю немножко. Это не защита, нет. Это просто, это просто обычная схема. Так, 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 с ним. С ним бежать до конца Даунинг. Ну ладно. Даунинг уже что-то устал. Фабио пусть сыграет с ним. На опережении. Так, хорошо. В контратаку уйти не получается. Даунинг. Дерун. Дерун дальше на Рамиреса. Рамирес. Можно что-то придумывать в этой атаке. Ой-ой-ой. Мяч остается у меня. Гестеде. Гол. Нет, нет. Это не гол. Как? Как он не забил. Хотя бы в створ бы попал. Черт. Было очень близко. Было действительно близко. Рамирес. Удар. Рядом со штангой. Будет угловой удар. Походу попал защитник. Не знаю. Я не успел посмотреть. Угловой. Где мяч? Где мяч? Мяч у Чемберса. Нет, не у Чемберса. Хотя да, был у Чемберса. Ударить. Стуани. С развороту было очень сложно пробить. И теперь нужно бежать назад. Нужно бежать назад. И вот такие подкаты стелиться точно нельзя. Редмонд против Гибсона. Редмонд. Выбивает у него из-под ног мяч. Фабио. Будет угловой удар. Разыгрывает опять Саудгемтон угловой. В очередной раз. Передача. Когда кто-то владеет вот так вот. Мячом пусть и спиной к воротам. Это уже не очень приятно. В контратаку. Можно убегать. В контратаку. Ребята. Туда. Пас. Дальше. Ну. Ну. Не проходит. Это передача. На Гестеде. А теперь уже нужно бежать назад. Редмонд свежий. Даунинг совсем. У меня уже выдохся. Давайте ребята. Всеми силами. Всеми силами обороняться. О. Ой. Повезло. Так. Матерь божья. Ёб твою мать. Вальдес. Выноси нахрен отсюда. Господи. Какой эмоциональный матч. Чувствую. Будет горячо еще у нас в этом турнире. Да и в этом матче. Десятиминутка обещает быть очень жаркой. Рамирес. Рамирес. Что придумает этот человек? На Негредо неудачно. Сюрдаунинг пытается сыграть на опережении. Но. К сожалению мяч уходит в аут. Не догонит он его. Редмонд. Отдает мяч в центр. А здесь. Ну как так? Как же так сыграно? Очередной заброс. Дерун. Положение вне игры у Инегредо. Можно даже не бежать. Видел я как кудрявый член поднял флажок. Так. На фланг. Я думаю что тут будет. А да. Удар от ворот. Можно было даже защитникам не бежать. Мне кажется. Но так. На всякий случай. Можно было совершить утреннюю пробежку. Так. Все таки мяч у. В очередной раз у Саутгемптона. Не очень мне нравится эта идея. Что мяч бывает у Саутгемптона вообще в этой встрече. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вальдес. Красава. Оказался в выбор позиции был верен. Поэтому ничего опасного здесь не совершилось. Супер опасного я бы сказал вот так. Опасность-то была. Да ну как же ж. Мои подкаты ничего не приносят. Все таки будет штрафной удар. Возможно желтая карточка Чемберсу. Но рефери так прикалывается. Просто подзывает. Но карточку не дает. Обыгрывается тут с Вардом вдвоем. Защитник. Где мяч? Где мяч? Выбить? Выбить? А может быть в контратаку? А может быть что-то придумать? Ага. Нагрядо. Нагрядо туда дальше на Гестеда. Гестеда. Отрываться. Отрываться от защитника. Нужно выбор позиции. Но не получается к сожалению побороться. И продолжается матч. Продолжается матч с Туани. Остановиться. Ну это куда? Это на кого вообще? Это что за дичь? Бабушки будешь так в саду пасовать. Играя с ней во что-нибудь. Ой. Ну что это за нырок такой? Это будет штрафной удар, который мне кажется, ну... Не знаю, что тут можно вообще придумать с этого штрафного. Я их бить не умею. Подача. Удар. Ах ты ж, ёп твою мать. Я думал это будет гол. Очень дикая ничья. Очень жесткая ничья. Было кучу моментов. И я сейчас словно выжатый лимон. Он... Я вам отдал эмоции, которые я... Вот помните, часто кто смотрит все матчи, особенно мои, Мидлсбро, да? Те часто слышали в первом туре такую фразу, типа... Жаль, что вы не слышите, как я психую, как я руки даю, джойстики. Ну, пытаюсь кинуть, кричу на себя, там, еще что-то. Вот, пожалуйста, вот вам мои эмоции, как я их изливаю. Ну, конечно, галечник пропущенный был для меня шоковый. Я даже сильно-то не думал, что там что-то может получиться. Ладно, ничья с Мидлсбро. Ну, в принципе, на Ве... Ой, с Саутгемптоном, наверное, я ею должен быть доволен. Посмотрим, смотрите, на статистику, да? 12 ударов у меня и всего лишь 4 в створ. В створ бью мало, но... Хоть один залетел. А моменты ведь были. И мяч летел мимо. Ну, ладно, были моменты также у Саутгемптона. Причем он мог забивать даже больше, наверное, чем я. Но боевая ничья. В общем, пожимаю руку Артему. И мы еще продолжаем бороться за четверку. Первое место явно у нас будет занимать Тоттенхэм, походу. Ну, и там борется Айсенал, Саутгемптон, Вестхэм и, наверное, будет Стоксити. Я, честно, не знаю, что там будет у нас впереди. Ну, а здесь 1-1. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. С вами был Максон. Пока. Что же касается турнирной таблицы, я думаю, тут особо без изменений. Это еще не турнирная таблица по первому кругу. Обзор на первый круг вы увидите скоро после этого видео. То есть я с Саутгемптоном остался на тех же местах. Но смотрю, у меня на две игры больше, чем у Арсенала. Очков одинаково. А значит, что мне будет тяжелее его догнать. Судя по всему, у нас будет идти борьба в турнире за третье-четвертое место. Хотя это только после первого круга. Так, посмотрим, что же будет в последующих турах. Ведь турнир у нас непредсказуемый. Хотя, сразу скажу, что будет очень много технических поражений. Всем пока. Увидимся в следующих обзорчиках. Субтитры сделал DimaTorzok